Сегодня, дети, я расскажу вам очень печальную историю про рыб и про нас. Раньше люди и рыбы жили вместе. Смешанные браки, если честно, не поощрялись, а в остальном мы прекрасно ладили. Но однажды наш президент выступил с сенсационным заявлением. Сограждане, выяснилась ужасная вещь. Ученые открыли, что рыбы должны жить под водой, а в городе они ужасно мучаются. Исключительно ради их блага мы должны вернуть рыб в воду. Что он несет? Слышь, с пяти лет дружим, а ты такое скрывал. Это наглая ложь. Да ладно. По телевизору врать не будут. Это почему? А я передачу смотрел, что по телеку никогда не врут. Во как. И вот началась регистрация рыб. Пожалуйста, наденьте эту повязку. Зачем? Чтобы сразу было понятно, что вы рыба. А что, есть сомнения? Не похож? Вот все бы вам рыбам умничать. Вот за что вас не любят. Вот увидишь, нас просто побросают в воду, а дома отберут. Да ты с ума сошел. Мы всегда с людьми ладили. Не путай людей и политиков. Ну, конечно, тайные агенты шпионят за нами, а президент наш – вампир. Ты просто параноик. И вот неожиданно в городе появились крепкие бритоголовые парни и начали обвинять рыб во всех людских проблемах. Это рыбы, это рыбы заставляют нас пить водку. Птичий гриб – заговор рыб. Очистим город от нелюдей. А потом и избивать рыб на улицах стали. Полиция почему-то всегда опаздывала. И тогда наш президент решил переселить всех рыб в гетто. Исключительно ради их безопасности, разумеется. Граждане рыбы, это временные меры. Сохраняйте спокойствие и порядок. Спокойствие и порядок. Многие рыбы тогда побросали свои дома и уехали за границу. А другие остались, потому что они еще верили людям. И куда ты собрался? Эх ты, карась, бегут никуда. А откуда? Я никуда не поеду. Я здесь родился, я здесь вырос. Ну, как знаешь. Некоторых рыб спрятали друзья и соседи. Они уже поняли, что происходит что-то неладное. Баба Клава, а зачем нам прятаться? Это игра такая, малек. Сидите тихо, как мышки. Хорошо? Спускайся сюда, Пискарик. Это ненадолго. Я надеюсь. Мама, здесь темно и страшно. Давай пойдем домой. Ох, мои рыбки. Иногда день бывает страшнее ночи. И вот специальные рыбокопы стали находить и забирать нелегальных рыб. Конечно же, ради их же блага. Именем закона. Нелегальные рыбы. Выходите по одному, или мы применим силу. Куда вы меня тащите? Я профессор консерватории. Молчи, рыбья морда. Для вас же стараемся. Иногда рыбокопы просто бросали пойманных рыб в воду. Поучись нырять, профессор. А бритоголовые бросали в воду тех, кто поддерживал или укрывал рыб. Поплавай-ка со своими дружками. И вот однажды в порт пришел корабль, на котором всех рыб отправили в специальные лагеря по адаптации, чтобы они привыкли к воде. Мама, а как мы будем дышать под водой? Ну, наверное, нам дадут акваланги. А вдруг они просто бросят нас в воду? Да что ты! Они же люди, а не звери. Но как-то так вышло, что корабль не доплыл до лагерей, а пошел ко дну. И большинство рыб просто утонуло. Говорят, рыбы страшно кричали. Но их никто не слышал. И вот узнав обо всем этом, жители восстали и арестовали правительство. На суде президент признался, что затеял всю эту историю, чтобы скрыть недостачу городской казне. И всем нам стало очень-очень стыдно за то, что мы сделали с рыбами. Чтобы никогда не забывать об этой трагедии, мы объявили четверг рыбным днем. В этот день мы приходим на берег моря и кричим. Рыбы! Нас обманули! Рыбы! Простите нас! Рыбы! Верните! Но рыбы обиделись и больше никогда с нами не разговаривают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова